Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете прошла областная акция «Наш лес, посади свое дерево». Деревья – это же красиво, поэтому это необходимо для всех нас, для жителей города. Глава района Валерий Венцель исполнил просьбу жителей деревни Калиновка. 40 кустов высадили, помогали жители деревни, жители домов непосредственно и администрация. Подарок видновскому дому ребенка от предпринимателей. Я надеюсь, что они приживутся и наши дети будут дышать вот этим воздухом. Отличная погода и хорошее настроение участников способствовали проведению областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Сотрудники администрации, общественники и активные жители приняли участие в ежегодном озеленении. Подробнее в нашем сюжете. Ежегодная экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» проходит на территории всей Московской области. В нашем муниципалитете на этот раз на 120 площадках будет высажено около 5,5 тысяч саженцев. Центральной площадкой акции стала улица Фокина в городе Видное. Субботним утром здесь все было готово к посадке новых деревьев и кустарников. Лопаты, перчатки, лейки с водой и, конечно, сами растения. Саженцы выбирали, конечно, по желанию жителей, но при этом мы предусматривали климатические условия. Какой уход будет дальнейший. Поэтому некоторые саженцы, видовой состав мы меняли на другой. Для жителей организовали настоящий праздник с выступлением артистов и развлекательной программой для детей. Очень замечательная акция. Посадить дерево. Ну как посади дерево, построить дом ради ребенка. Квартиру купили, дом, можно сказать, построили. Дерево посадим, ребенок есть. Замечательное мероприятие. Нам все очень нравится. Ребенку особенно. Счастлив, доволен. Получил шарики, поиграл вместе с мамой, с папой, потанцевал. И мы хотим очень сильно принять участие в посадке дерева. Глава муниципалитета Валерий Венцель со сцены дал старт мероприятию и сам принял участие в озеленении города. Вместе с жителями Валерий Николаевич посадил несколько берез. Мы восстанавливаем, мы воссоздаем новые пространства, сажаем на них деревья, кустарники. Но и вторая задача. Мы все-таки хотим, чтобы жители объединялись на таких замечательных акциях. Они достаточно хороший отклик дают. И я абсолютно уверен, что сегодняшний праздник подарит много положительных эмоций, принесет радости. Своё дерево в городе Видное теперь есть и у заместителя министра экономики и финансов Подмосковья Елены Мыльцевой. Я постоянно участвую в таких акциях. Я думаю, что нам нужно продолжать эти традиции и помогать природе воссоздавать нашу экологию. И вот это как символ нашей истории, как символ 90-летия и сегодняшней акции. Вот такое вот дерево. Я думаю, что жителям понравится. Общественные организации принимают активное участие в ежегодной экологической акции. Не стал исключением и год нынешний. Очень символичное мероприятие, которое объединяет все поколения, которое в нашей Московской области стало традиционным. И Ленинский район, как всегда, один из лидеров по организации, проведению этого мероприятия. Мы все сегодня решили сюда прийти, поддержать эту акцию и чтобы новые микрорайоны были такие же красивые и зелёные, как наш любимый город Видное. Активно себя проявили и ученики близлежащих школ. Подрастающему поколению тоже небезразлично будущее малой родины. Я решила принять участие в этой акции, так как хотелось помочь своему городу в высадке новых деревьев. И это пойдёт на пользу всем. Деревья дают нам кислород, чтобы было больше на земле воздуха. Особое внимание в этом году было уделено озеленению новых территорий. Глава муниципалитета Валерий Венцель посетил сразу несколько площадок проведения акции. Одной из них стал жилой комплекс «Государев дом». Здесь была высажена рябиновая аллея, которая протянулась вдоль солнечного бульвара. У меня скоро будет день рождения, и моё дерево рябина, и у нас в этом комплексе сегодня сажают большую часть деревьев – это рябина. Поэтому я никак не могла пройти мимо такого замечательного мероприятия. Всё это проявление любви к нашему Ленинскому городскому округу. И в этом году в честь 90-летия высаживаются прекрасные аллеи, судьбу которых мы будем отслеживать в дальнейшем. И, конечно, мы будем следить за теми деревьями, посадками, высадками, которые мы произвели сегодня. Всего в Ленинском городском округе в акции приняли участие более 20 тысяч человек. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. Одна из наших съёмочных групп побывала на Жуковском проезде и проспекте Ленинского комсомола. О том, как местные жители приняли участие в акции «Наш лес, посади своё дерево», подробнее расскажет Анастасия Воронина. Люди разных возрастов и профессий Ленинского городского округа поддержали традиционную акцию «Наш лес, посади своё дерево», придя в этот день в свои дворы, школы, детские сады, парки и скверы. Каждый хотел внести свою лепту в общее дело. «Мы все когда-либо, наверное, ещё начиная с юного возраста, выходили в свои дворы и сажали деревья. И очень отрадно, что и сейчас мы продолжаем это делать. И то, что у нас появится ещё больше деревьев, зелени, цветов, кустов, то это говорит о том, что нам не безразлична судьба родного города и в какой зелени он будет утопать». Многие видновчане приняли участие в озеленении всей семьёй. Так, например, известный видновский хирург Василий Осокин вместе со своими близкими посадил каштаны возле дома на Жуковском проезде. «Эта акция проводится уже не первый раз. Мы постоянно принимаем в ней участие в посадке деревьев. И, в принципе, почему мы принимаем? Потому что каждое дерево – это есть украшение нашего города, чтобы город был более зелёный». «Не хватает деревьев в городах, а деревья дают нам кислород для того, чтобы повышалась экология в городе, чтобы было больше зелени. И деревья – это же красиво, поэтому это необходимо для всех нас, для жителей города». Акция одновременно проходила сразу на 120 площадках, одной из которых стал двор на проспекте Ленинского комсомола около дома номер 9. Местные жители и общественные деятели посадили несколько лип и каштанов. Природа – это богатство, которое нужно беречь. Более 22 тысяч человек оказались неравнодушными к экологической акции и приняли участие в озеленении родного края. Татьяна Брылова, Анастасия Воронин, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Глава муниципалитета Валерий Венцель исполнил просьбу жителей деревни Калиновка, которые очень хотели, чтобы вокруг новой современной детской площадки появилась живая изгородь. Инициатором идеи выступила Светлана Борисова. «Сорок кустов высадили, помогали жители деревни, жители домов непосредственно и администрация». Посадку кустов в сирене приурочили к акции «Наш лес», которая прошла во всех уголках Подмосковья. «Акция замечательная, позволяет привлекать молодежь. В основном все люди неравнодушные к тому месту, где мы живем. Это наша малая родина. Замечательное мероприятие, которое всех объединяет». «Чтобы красиво было, чтобы люди радовались». Староста деревни Калиновка Ольга Гажеева тоже поддержала своих соседей в посадке сирени. Главное, призналась она, то, что жизнь в ее родном месте меняется к лучшему и становится более комфортной. «Деревня у нас великовозрастная. Деревья, естественно, сажали еще дедушки, бабушки. Но обновлять надо. Надо обновлять, нам надо дышать. Транспорта стало больше. Ну и, естественно, насаждение нам необходимо». В будущем жители планируют посадить на свои территории и символ деревни – Калину. И надеются, что эта инициатива администрации городского округа тоже будет поддержана. В рамках акции «Наш лес» члены торгово-промышленной палаты Ленинского района сделали подарок воспитанникам Видновского дома ребенка и высадили на одной из аллей учреждения «Пять сосен». Как это было, расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Дружба торгово-промышленной палаты Ленинского округа с домом ребенка началась еще в 2017 году, когда на территории учреждения представители бизнеса установили современную детскую игровую площадку с прорезиненным покрытием. Сотрудники дома ребенка очень ценят такую заботу и всегда с радостью встречают гостей. В этот раз предприниматели приехали сюда, чтобы посадить новые деревья. Наша территория в черте города. Территория зеленая, с вековыми елями, соснами, смешанные деревья. И те милые, красивые, зеленые, пушистые сосны, которые сегодня будут высажены, поверьте, они порадуют не только глаза наших сотрудников и детей, но они еще также будут озеленять нашу территорию, освежать нашу территорию и, наверное, дополнять ее красоту. В визит приурочили к московской областной акции «Наш лес посади свое дерево». Пять сосен дополнят богатую зеленую территорию учреждения. Они станут хорошим дополнением одной из прогулочных аллей. Необходимо восстанавливать леса, необходимо что-то оставлять. И после себя, своим потомкам, потому что, естественно, то, что мы сегодня сажаем эти саженцы, я надеюсь, что они приживутся и наши дети будут дышать вот этим воздухом. Они будут увидеть эти деревья и продолжат дальше эту хорошую традицию. Председатель торгово-промышленной палаты Владислав Рымша уверен, это не последняя совместная акция. Предприниматели Ленинского округа собираются и дальше помогать воспитанникам дома ребенка, к чему призывают и всех жителей муниципалитета. Мы планируем и помогать финансово, и, может быть, материально. И вообще всех призываем, всех жителей нашего района, округа, призываем помогать детям со слабым здоровьем. Вообще сегодняшняя акция, она очень-то знаменательная. Акция очень хорошая. Посади дерево свое, да. Поэтому мы всегда ее будем поддерживать и откликаться на такие акции. Аллея на глазах преобразилась. Члены торгово-промышленной палаты намерены следить за соснами, чтобы они все принялись и выросли в большие, красивые деревья. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. И в завершение темы. Наши мобильные репортеры побывали в разных уголках муниципалитета, где в ходе акции «Наш лес» появилось много новых зеленых насаждений. В развилке деревья сажали на Ощеринской набережной, где сейчас ведется комплексное благоустройство. С нами сегодня и общественный совет, и совет депутатов, и, конечно, наш колледж в Москве, администрация. Мы сегодня все вместе сажаем деревья, которые, я думаю, будут много лет радовать наших жителей и наших потомков в перспективе. Здесь появилась целая аллея из 40 ив и 5 яблонь, создание которой посвятили 90-летию Ленинского района, о чем написано на памятном камне, который торжественно открыли в конце праздника. В жилом комплексе «Видны» сотрудники московского коксогазового завода высадили 70 саженцев, ели, клены, рябины, ивы и декоративные кустарники. Предприятие не в первый раз облагораживает территорию ближайшего к заводу микрорайона. Весной здесь появилось 40 саженцев «Сирени». Зеленее стали также советские и жуковские проезды и дворы по проспекту Ленинского комсомола в «Видном». Будут в наших микрорайонах зеленеть 7 новых юбилейных аллей из берез, рябины, шасмина в честь 90-летия нашего района. В акции принимали участие все – представители администрации и общественных объединений, депутаты, просто неравнодушные жители и, конечно же, дети. «Мы, родное, как на школе, прожить, делаем сегодня! И с лопатой линии весь мы посадим целый вес! Ура!» Всего в ходе акции в муниципалитете было высажено почти 5,5 тысяч деревьев и заложено 7 новых юбилейных аллей. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания!